Добрый вечер, Семен Акадьевич. Благодарим вас за согласие дать нам интервью. Спасибо. Сперва хотелось бы начать нашу беседу с последних развитий в Карабахе. Как известно, 12 декабря вооруженные силы Азербайджана впервые после трехстороннего заявления по Карабаху 9 ноября нарушили режим перемирия. И предприняли попытку нападения на села Гадруцкого района. Вчера уже стало известно, что российские миротворцы взяли села под свой контроль, была опубликована обновленная карта. Что по-вашему происходит? О чем говорят эти действия Баку? Я думаю, это действие не сколько Баку, сколько Анкары. Я предупреждал еще до заключения перемирия и после заключения перемирия, что Эртоган будет действовать так же, как он действует в Сирии. Если внимательно посмотреть, как он действует в Сирии, ему отводится там зона, где слагается, как такая-то, а он потом постепенно продвигается постепенно вглубь Сирии. Вот помните, в апреле этого года было серьезное обострение, когда наш президент, президент России Владимирович Путин сказал, что на 90 километров продвинулся турецкие силы. Вот таким образом, боюсь, что и в Карабахе будет попытка продвижения, сегодня здесь, завтра там, правдами, неправдами. Это тактика турецкая чисто, и Азербайджан будет делать то, что будет говорить старший их брат Турция. Согласно соглашению от 9 ноября, противоборствующие войска должны остановиться на позициях, которые сформированы по итогам войны. И если они предпринимают подобные шаги, то, следовательно, нарушают договоренности. Какой должен быть ответ, по-вашему? Ну, сейчас там находятся миротворческие силы Российской Федерации. Задача у них, конечно, сложная, но придется проявлять максимум дипломатии, так сказать. Потому что, по факту, они не должны позволить в дальнейшем таких провокаций, которые были 12-го числа, 12-го декабря. Мы видим, что, когда, и опять сирийский опыт показывает, что когда Таган и его, значит, вассальные структуры различного рода допускают подобный род, Россия занимает очень жесткую позицию. По всей радости, если возникнет такая угроза, и дальше будет такая ползущая, так сказать, интервенция, то тогда, наверное, надо будет занять очень жесткую позицию по отношению к ним. Ну, здесь примечательно также заявление советника президента Карабаха, которое было сделано в интервью с Владимиром Соловьевым в тот же день. Я слышал. Он отметил, что картины в стратегическом плане вот эти села не меняют. Вот тогда зачем вот Баку именно? А это очень просто. Это, опять я это говорю, это турецкая тактика, да? Значит, показать доминирование свое в этом регионе. Если даже турецкие подразделения там не присутствуют, то присутствуют подразделения, зависимые от них в данный момент, речь идет о азербайджанских подразделениях. Вот для чего и надо. Вот если бы здесь пройдет что-то, значит, и дальше пройдет, понимаете? И дальше продвигаться. Вот для чего это им надо. После информации о нападении пресс-секретарь премьера Пашиняна, Манна Гевардьяна, сделала на своей Facebook-странице запись, цитирую, нападение азербайджанских войск направлений села Хин-Тахер и Цаперт в первую очередь должно удостоиться реакции со стороны миротворцев Российской Федерации. Несколько минут спустя была сделана вторая запись. Армянская сторона неоднократно в письменной и устной форме отправилась к российским миротворцам, чтобы они выполнили свои функции на участке Хин-Тахер и Цаперт. И договоренность об этом была достигнута на самом высоком уровне. Вот о чем говорит данная запись? Пытаются ли власти Армении возложить всю ответственность за происходящее в Карабахе на российских миротворцев? Потому что в Армении есть мнение и обвиняют Пашиняна в том, что он просто умыл руки от Арцаха. Он не умыл руки от Арцаха, он сдал, продал Арцах. Это, знаете ли, две большие разницы. Что заявление вот этой госпожи, так спроси, секретарь, но это провокация. Это специально делается, чтобы дискредитирует роль России в регионе. Давайте честно и откровенно говоря. Вообще у меня, я сейчас буду очень откровен с вами, создаётся впечатление, что господин Пашинян продал Карабах, но не может это реализовать до конца. Ему мешают миротворческие силы России. Вот он будет постоянно, он, его окружение, сарасята, эти мальчики, девочки достаточно некомпетентные в тех вопросах, которыми они должны заниматься, но зато опытные в распространении дезинформации и провокационных слухов. Они будут делать всё, чтобы дискредитировать присутствие миротворческих сил Российской Федерации в зоне конфликта, бывшего конфликта, надеемся так, Карабахского. Вот это дело специально. Они не самостоятельны. Я абсолютно уверен, что они действуют по специальной методике спецслужб Соединённых Штатов Америки, возможно, спецслужб Турции и спецслужб Азербайджана. Давайте вещи говорить своими именами. Сейчас всё больше и больше всплывают факты, что господин Пашинян, судя по всему, всё-таки продал Карабах. И по всей районной предварительной договорённости состоялось не в Дубае, как пишут, хотя это было предварительной договорённости, а в Далласе, где, помните, такой был помощник президента по национальной безопасности США, Болтон, являлся неким посредником между переговорным процессом, между Пашиняном и Алиевым. Даже противно об этом говорить. Он тогда активно выступал с заявлениями в этот период. Да, и поэтому, значит, и на них давят, говорят, давайте выполните всю задачу. Весь Карабах должен быть взят под контроль азербайджанской стороной, точнее, турецко-азербайджанской стороной. Дальше будут требовать форсированным маршем, значит, вести в действие вот этот коридор Зангизурский, что является, в общем-то, тоже предатель со стороны господина Пашиняна. Вот о чём речь идёт. Сейчас единственная надежда на российских пиротворцев. Надежда нормальных людей, которые возвращаются на Горный Карабах. Но не Пашиняна, а его окружение. Эти люди, это им не надо. Вот поэтому такие заявления этой госпожи пресс-секретаря этого выразился. Вот, смотрю на вас, не могу это позволить себе. Значит, деятеля, да, который является величайшим позором Армении. Такого главы государства. Это что-то. Человек, который не чувствует своей вины. Который абсолютно игнорирует реальность их происходящих. Человек, подставивший всю республику, значит, я уже не говорю о населении Нагорного Карабаха. И не желающий уходить с своего поста. Он и будет так лавировать. А 20 января, когда в должность вступит господин Байден, он ещё больше обнаглеет. Надо к этому быть готовым. Поэтому я считаю, надо сделать всё возможное, чтобы этот деятель ушёл. Когда мне говорят, как сделать конституционный образ. Я говорю, а он как пришёл, конституционный или как? Он сначала, по сути, хорошее, плохое, мы сейчас не говорим предыдущему руководству. Его сверху, а потом это узаконил. Это методика того же Зеленского, того же и так далее. Это методика, которая продвигает цветные революции. Господин, даже не Сорос, а спецслужб США, который использует Сороса как инструментарий. Уж как совсем дешёвый инструментарий господина Пашинян. Поэтому нужно действовать. Если нет желания, в конце концов, сохранить армянское государство. Мой следующий вопрос как раз относился к данной теме. Вот он сегодня выступил утром с посланием Пашинян и сказал, что не намерен подавать в отставку. И уйдёт только, когда будет волеизъявление народа. Но мы знаем и видим, что каждый день проходят акции протеста в Ереване, в областях. Народ требует отставки. То есть почему подобными заявлениями всё затягивает отставку? Каковы цели по-вашему? В цели 20 января господин Болтон становится хозяином Белого дома, президентом США. Да, извините, оговорился. Байден, да. Байден, да, извините, оговорился. Господин Байден. Да, господин Байден находится не в том физическом состоянии, которое он что-то способен решать. Но есть некое окружение, которое они сейчас формируют. Замысл этого окружения заключается в том, что на постсоветском пространстве не должно быть России. И в том числе на Южном Кавказе. Единственная оплота России на Южном Кавказе, хотя бы Россия имеет там свои возможности, да, это Армения. А как это можно сделать? Значит, для этого нужен такой инструментарий, как Пашинян. Явно он уже на контакте находится со спецслужбами США, которым он сказал, не уходить, ни в коем случае будешь там находиться. Ты нам пригодися еще. Поэтому он тянет, чтобы после прихода Байдена окончательно можно было организовать давление на Россию санкциями, чем угодно, провокациями и так далее, сохраниться у власти. Поймите, он не армянский руководитель государства, он агент спецслужб Соединенных Штатов. Им руководит там, я думаю, человек, не бывающий звание подполковника полковника. Я знаю специфику этих всех нюансов, так сказать, да. Вот в чем и вещь идет. И задача армянского народа не ждать, когда этот негодяй, предатель, будет, значит, голову морочить, периодически вступая из запоя и выходя из запоя, нести такую чушь. Задача армянского народа принять решительные меры убрать его. Когда уже даже верховные религиозные руководители, и, значит, Чемодзинский патриарх, и патриарх Великого дома Киликийского говорят, у него нет совести. Все против, он говорит, я не уйду. Окружил себя людьми, которым, значит, явно проплатил все это дело. Слушайте, ну это величайший позор. Когда я слышал, что деньги собраны, специальный фонд, который должен был уйти на вооружение и так далее, присвоил, по сути, включил его в бюджет правительства Армении. Уж куда дальше идут? Ну, слушайте, даже не воровство, это какое-то кощунство. И информации, на что именно будут поправшены, нет, они не реагируют в ведомство. Поэтому, а уж не говоря о другой помощи, которая шла в Армению, да, и которая не доходила до защитников Карабаха, да, но это бог знает что, это требует расследования. Я считаю, сейчас, уже сейчас, не дожидаешься убрать момента, когда он будет убран с этого поста, в Армении должен создать народный трибунал, должно провести следствие. На вопрос продажи Карабаха, раз, кто в этом ему помогал, руководство, бывшее руководство Министерства обороны Армении, руководство Главного штаба Армении, почему были закуплены устаревшие системы ОСАБ, бог знает где на Ближнем Востоке, это советское вооружение, которое там поставлялось лет 40 назад, а не современное оружие. Почему эти 170 миллионов долларов не ушли в экстренную закупку более современного, много чего другого. Все люди должны быть известны, кто предал. Карабах, кто предал Армению. Его надо судить, он этого не хочет, он сам не уйдет, поэтому если есть возможность, я хочу обратить через вас, всем патриотически настроенным людям в Армении. Собирайтесь, консолидируйтесь, эта тварь не уйдет, и поэтому его надо убирать, к чертовой матери, он этого заслужил, он предатель. В свое время в армянской истории был Васак Сюни, вы знаете, это символ предательства, предавший армянский народ, предавший Вардана Мамиконяна. Вот через 1600 лет вот эта тварь сделала нечто подобное. Как кончил Васак Сюни, вы все знаете. Как кончили те предатели армяне, которые помогали туркам в геноциде армян, и такие, вы знаете, были предатели. Я думаю, вы тоже знаете, как они кончили. Так почему же эта сволочь должна сидеть и имитировать, что он глава государства, продолжая надеяться на своих американских хозяев, которым поставили цель, и не уходить? И дискретировать, всячески дискретировать российские миротворческие силы. Вы представляете, что если сейчас он сделает все его окружение, он пока будет в запое, в том числе, находиться, чтобы испортить отношения с Россией. Что такое Армения сейчас? Она находится во враждебном окружении. Вы посмотрите, что творится. Эртоган не скрывает, как и Алиев, о своих претензиях на Зангизур. Уже заговорили о Ереванском ханстве. А бог знает что. Эртоган вспомнил Энвер Пашу, палача армянского народа, как и других христианских народов Османской империи. Куда дальше? В открытую говорят. Я как специалист, который долго занимался турецкой армией, скажу, что это такое. Напротив Армении распорвана третья полевая армия Турции. Когда-то она предполагалась после Советского Закавказа. Сейчас у нее один враг – Армения. Не Грузия, не тем более Азербайджан. Армения. Численность этой армии на порядок больше, чем численность всей армянской армии. Я уже не говорю о других мобилизационных ресурсах, технических и так далее. Но немножко нужно думать по-государственному. Нельзя так. А он занимается провокацией. Ему зачем? Ему главное там просидеть. Поэтому злейший враг армянского народа – это даже не Эрдоган, не Алиев. Это господин Пашинян и его аксоросовское окружение. Избавляться от них надо как аквшей. Я как раз хотела перейти к заявлениям Алиева и Эрдогана на параде и рассмотреть ситуацию на региональном уровне больше. Вот месседж Эрдогана, он, говоря об Эмвере Паши, мы же помним биографию данного лица. И можно ли усмотреть здесь угрозу не только для Армении, но и для южных границ Российской Федерации? Конечно, да. Эмвер Паша, напомню, кто забыл. Господин Пашинян ни черта не знает. Его интеллектуальный способность очень низкий. Если бы были другие деньги, для него все. Значит, о чем свидетельство предательство. Эмвер Паша – это военный министр так называемого правительства Млада Турков. Один из самых основных организаторов геноцида армян, греков, панатийских, малазийских греков, ассирийцев, езидов и русских молокан, который впоследствии, уже, правда, Татюрк продолжил, был уничтожен после сдачи Карса. Этот человек был, значит, сторонником войны с Российской империей. Этот человек, будучи военным министром, возглавил третью полевую армию, которая сейчас до сих пор стоит напротив Армении, которая была развернута в декабре месяца до 95 тысяч человек, и пытался, значит, в начале штаба, кстати, у него был немецкий генерал Шеллендорф, один из лучших генералов германской имперской армии, напали на Саракамыш. Цель была простая – захватить Саракамыш, затем идти на Тифлис и захватить весь, все, за Кавказе тогда российское, и идти дальше на Северный Кавказ и на южные границы Российской империи. Да? И лишь в Саракамыше, когда возглавил... Русскую армию не Машлоевский, он был такой деятель, не очень хороший, а господин Юденич, мой герой, Николай Юденич, вот портрет вот всегда висит, как я всегда говорю, если не подлая большевистская революция сначала, а до этого февральская революция, мы бы сейчас с вами в Константинополе кофе пили. Ну, ничего, конечно, еще все впереди. Да? И вот задача была, наверное, пошли такая, и в Саракамыше он был разгромлен, он был разгромлен с объединенными силами русской имперской армии и армянскими народными дружинами. И с участием греческих, значит, жителей города, да? После этого прибыв в Стамбул, он сказал, или мы, или они, имея в виду неопределенность уничтожения армянского народа и всех христианских народов Османской империи. Он был, ненавидел Россию, и его задача стояла именно отторжение от России значительной части ее территории. И не просто так на параде господин Эртоган в присутствии Алиева заявил об этом. Он заявляет о своем стратегическом интересе к захвату Юга России вообще. Кстати, в контексте этого я внимательно хотел порекомендовать многим изучить соглашение, которое господин Зелинский подписал в Анкаре буквально месяц-полтора назад, может, два от силы, которое, это рамочное соглашение, которое все включают в 21 еще соглашение. Это военно-политическом сотрудничестве предусматривает сотрудничество Турции и Украины на Черноморском и Азовском ареале. Что это такое? Это почти весь юг России. Вся Украина, Молдова. Это Крым тоже туда входит. И Донбасс туда входит. Все туда входит. Что дальше-то куда? Он откровенен очень. Поэтому настало время теснейшего сотрудничества и между Россией, и Арменией. А все эти игрища, скажите, кто пришел на помощь армян Карабаха? Американцы? Французы? При всем уважении к последним? Нет слова? Вот вынесем там, скажем и так. Нет. Пришло российское государство, которое спасло армян Нагорных Карабаха. И это единственное государство, которое способно на это. Я, кстати, считаю, что необходимо использовать полный потенциал и армянской общины в Российской Федерации. В России живет 3 миллиона армян. Многие из них говорят по-армянски отлично. Родились в Армении. Они здесь работают, зарабатывают. Деньги отправляют в Армению. Многие из них занимают тут очень соответствующие позиции. Я сейчас не говорю об армянской олигархии. Нет. Это отдельный вопрос. Многие из которых, которые здесь работают в государственных системах, имеют опыт, огромный опыт, организации хозяйства, промышленности и многих других вопросов. Вот я только что встречался и разговаривал. Здесь такой Горебян Артур Петрович. Это он возглавляет очень большую организацию в самой большой области, в Московской области. Колоссально. Который в 3 раза больше или в 4 раза больше, чем в территории Армении. Эти люди, они готовы прийти на помощь Армении. Помочь им своими знаниями, своими возможностями. Надо активно использовать. А кого использовал Пашинян? Когда я узнал, что в одноразовый Соединенный Штаток приехал 24-летни, американский армян. Я ничего не имею против армян. США, Франции. Но если они приносят пользу, а не как некоторые из них, как мэр города Мерленда, по приезду пытался распространить среди армянского патриархиального населения, чем я всегда горжусь. Извините, интересы, как же это называется. Так и хочется выразить по-армейски прямо. ЛГПТ, кажется. Ну что, кому это надо? Пора в конце концов понять, что есть союзник, в союзе с которым надо быть в тесном отношении. А Турция представляет огромную угрозу не только для Армении, но и для Юга России, для российского государства в целом. Как таковым я абсолютно в этом убежден. Здесь еще есть иранский фактор. И на заявление Эрдогана отреагировал глава МИД Ирана Зариф. Выходит, что после окончания войны в Карабахе ситуация в регионе все равно с каждым днем обостряется. Вы видите возможность нового регионального столкновения? Вполне возможно. Что происходило в Иране, вы знаете. Это опять цитирование господина Эрдогана на параде в Баку. Стихи азербайджанского поэта предусматривали территориальные претензии к так называемому Южному Азербайджану, который скроет состав иранского государства. Более того, скажу, в иранском парламенте драка произошла, чтобы это сделать. Многие те, которые выступают против этого, прямо говорили, надо было помогать Армении, надо было помогать Нагорному Карабаху. Почему не помогали? Другая часть депутатов, нетрудно представить, какое этническое происхождение, наоборот, выступила против этого. В результате возникла драка. В Иране тоже не все просто. Я сейчас не хочу все говорить. Там тоже есть понятие персидского национализма, здорового, нормального, борющегося за территориальную ценность своего государства. А есть люди, которые поглядывают уже в сторону Турции. И как они называют бакинского режима. Кстати, в Иране объявлен бойкот товаром турецким и как они опять называют товаром бои с бакинского режима. Все это непросто. Все это заворачивается в очень серьезную ситуацию. И поэтому Армения должна определяться. У нее единственный естественный союзник это Российская Федерация. После войны в Арцахе мы знаем, размещен миротворческий контингент Российской Федерации. В то же время в Азербайджане сильно укрепились позиции Турции. Как в политическом, так и в военном плане. Видите ли вы угрозу того, что Турция в какой-то момент попытается нарушить уже существующий баланс с учетом непредсказуемой политики Эрдогана. Мы все помним 2016 год, в Сирию, когда был сбит российский самолет. Значит, ну давайте уже нарушим баланс. Само присутствие Турции на Южном Кавказе в виде военных формирований, советников, а также террористических группировок, различных уже нарушений баланса. Никто сейчас не говорит, а куда делись террористические группировки, которые там были. Эрдоган ни в Сирии, ни в Сливии, ни откуда их не убирает. Он просто дальше использует их как инструментарий. Против кого они могут использоваться, кроме Карабаха и Армении. Российская Федерация, Северный Кавказ рядом. Спецподразделения Турецкой Армии, войска специального назначения, обучены по американской методике зеленых беретов подусматривающим проникновение глубь территории противника и создание там партизанских повстанческих групп. Глубь какой территории они могут проникать? Российской Федерации. Уже баланс нарушен. Вы понимаете, в чем дело? И тут, конечно, руководство Российской Федерации будет думать, как этот баланс, и я думаю, тут уже все больше и больше понимают, что приглашать государство НАТО к Аспию туда, да еще границам непосредственно Российской Федерации, то правительство Азербайджана которое-то позволило, ну да, тут тоже есть о чем задуматься и не только о санкциях по помидорам и по яблокам, извините меня за откровенность. Здесь под угрозой и северные границы Ирана, поскольку территории, которые перешли к Азербайджану, они укрепились там. Вот видите ли вы возможность создания некого российско-иранского, да, ну, чтобы они предприняли какие-то совместные действия и для зачистки региона от боевиков? Такая возможность есть? Ну, это, значит, и Иран, и Россия не заинтересованы, чтобы эти боевики, с которыми воюет и Россия, и Иран в Сирии, вдруг оказались совсем уж на границе с Ираном и с Россией. Конечно, должна быть создана некая коалиция и прийти к общему вопросу взаимного действия, да, какого? Боевики просто не уходят, их не уговаривают, понимаете? Их уговаривают, не уговаривают, хозяин их сидит в Анкаре. Значит, что надо сделать, как и в Сирии, очень жестко проучить их и с Российской страной. И с Российской страной совместно. Еще важный вопрос. Вот каковы интересы сейчас США и Великобритании, поскольку мы знаем, что они из тех стран, которые больше всего заинтересованы в плане экспорта энергетических ресурсов региона, и каково, по-вашему, было вовлечение Запада в ходе войны и сейчас. Британия и Соединенные Штаты заинтересованы в усилении Турции. Когда вводят какие-то санкции против Турции, это, знаете, игра такая, да? Когда я говорю, вот кто-то у нас тоже мечтает, что вот завтра Турция выйдет из НАТО, это все бред, силы кобыла. Никогда не выйдут. На это время ни одна база из десятков баз натовских и американских непосредственно расположена на территории Турции не ликвидирована, как вы понимаете, да? Турция занимает крайне ваше геополитическое значение, и это очевидно. Поэтому я искренне удивился, когда президент Армении, Армен Саркисян, то ли он идиот, извините меня, за откровенность, то ли он предатель, такой же, как Пашинян. В разгар событий, когда там кровь проливали бойцы Нагорного Карабаха, да, и добровольцы из Армении, да, поехал, значит, Бруссель, штаб-квартиру НАДО, убеждает, чтобы Турцию скучили из НАДО. У него сейчас головой, откуда он взялся-то вообще? Значит, или он, или он, извините меня, за откровенность, значит, просто предатель такой же. Он поехал убеждать, на что ему сказали, Турция занимает важное место, речами, со слов генерального секретаря НАТО, и они нам нужны. Надо реально вещи оценивать. Что касается заинтересованности Британии США, 30% газопровода Баку к величию Джейхан принадлежит кому? Бритиш Петролем Компани, да? Остальные тоже с государством НАТО, да? Что дальше говорить? Это они заинтересованы в этом коридоре, который в Зангизурском, о котором они давно мечтали и пробивают, потому что огромное углеводородное сырье, не только азербайджанское, но и Средней Азии пойдет по этому коридору, как они мечтают. Понятно, плевали они на интересы армянского народа, они его просто, для них, если за Армения исчезнет, но зато будет поступать по более короткому пути нефть и газ, это будет для них главное. Вот интересы США и Британии. Понятно. Ну и последний вопрос внутриполитический. Мы знаем, что движение во имя спасения отечества выдвинуло своего единого кандидата на пост премьера, который должен вас главить переходное правительство, это Васген Манукян. Перед ним стоит сложнейшая задача, мы все понимаем. Как вы оцениваете его кандидатуру? Слушайте, он бывший министр обороны, самый трудный период Карабахской войны, заслуженный человек с огромным опытом руководства, я считаю, что это на сегодня единственная кандидатура, которая должна прийти и до выборов, но понятно, что потом даже стать выбором парламента Армении, он должен получить колоссальную аргию и конюшную Пашинянс должны быть очищены. На нем ложится тяжелая задача. Но чем раньше он придет к власти, чем раньше его, значит, союз патриотических сил приведет к власти, убрав Пашиняна, тем лучше, чем больше Пашиняна будет находиться в власти, тем хуже. Спасибо большое за уважательное интервью. Посмотрим, что ожидать в дальнейшем, потому что каждый день что-то непредсказуемое происходит. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok